Первым делом, переступив порог детской художественной школы имени Зингера, ученики и преподаватели дезинфицируют руки и измеряют температуру. Здесь учатся художественному мастерству более двух тысяч детей. Каждый класс начинает занятия в свое время, чтобы разграничить потоки учеников и соблюдать социальную дистанцию. Смены не всегда существовали. Сейчас просто дополнительные меры мы ввели. То есть, если занятие начинается с половины третьего, у всех сейчас есть полчаса интервал, то есть у кого-то в половину третьего, у кого-то в три. Преподаватели проводят занятия обязательно в масках. Ученики их надевают по желанию. Таких большинство. По всей школе установлены рециркуляторы, которые обеззараживают воздух. Их закупили около десятка. Такие же стоят и в детской музыкальной школе имени Кабалевского. Оборудование было приобретено за счет средств городского бюджета. Для обеззараживания воздуха мы не так давно приобрели рециркулятор передвижной. Он разрешен применению в присутствии людей. Он может работать до 8 часов. И используем мы его, конечно, ежедневно. В детской музыкальной школе имени Кабалевского с начала пандемии также появились новые правила. Здесь измеряют температуру на входе, как и в других образовательных учреждениях. Надевают маски. Их можно снять только когда находишься в учебном классе. Стараются соблюдать социальную дистанцию. Дети с признаками простудных заболеваний не допускаются в школу. Были случаи, когда температура 37,2-37,3. Мы звоним, уведомляем родителей. Специально для такого ребенка у нас есть организованное место. И родители приезжают и забирают детей. Не разрешается скопление родителей и ожидание родителями детей в фойе. Многие родители с пониманием относятся также к данным мерам. Во всех учреждениях дополнительного образования ежедневно проходит дезинфекция помещений и всех поверхностей, к которым может прикоснуться человек. Напомним, на территории региона продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Согласно постановлению губернатора, в общественных местах необходимо носить средства индивидуальной защиты, а также соблюдать социальную дистанцию. Рекомендовано сохранять режим самоизоляции людям старше 65 лет и лицам, которые имеют хронические заболевания. Елена Малютина, Николай Сидоров. События.